Привет всем! С возвращением! Сначала пару слов по спортивной части. Отлично съездили, отлично побегали. У меня таки получилось подловить Полину Андреевну после забега. И я смог получить свои долгожданные автографы. Три года собирался это сделать. Полина Андреевна правда заскромничала или смутилась сначала. Было начала отказываться. Но я честно рассказал зачем мне это нужно и она согласилась. И это чистая правда. Два автографа уходят Лине и Дине в качестве образца куда стремиться. Но один останется мне на память. Может быть в Москве в октябре удастся лично показать Лине и Дине. Правда в этот раз Полина пришла четвертой. Обижала десятку. Ну что ж, уровень соревнований большой. Это центральное событие всего цикла. Собрались самые серьезные участники. Но я все равно болел и болею за нее. Так что удачи. Что касается Уотерса накануне. Уотерс конечно не разочаровал. Зажег. 75 лет человеку. А он все еще дай бог каждому. Программу составили довольно сильную. Было и старое и новое. Но собственно запись уже есть. Можно посмотреть и какой был сет лист. И как выглядела сцена в Москве. Честно говоря мне показалась слабоватая подпевка в этот раз. Женская. Great Geek in the Sky они откровенно замяли. Пока на моей памяти самым лучшим исполнителем была Анджела Сервантес. Которая приезжала с Брид Флойд дважды уже. Она в одиночку и вживую делает Great Geek in the Sky круче чем в студийной записи или там три певицы вместе. И честно говоря вообще Брид Флойд сложилось такое впечатление что Брид Флойд играет Пинк Флойд лучше самого Пинк Флойда. Интереснее. И еще позволяет себе некоторые фантазии на тему. Отходит так сказать от канонического исполнения. Ну да ладно. Я решил все таки не срезать все эти видео в одно. Так что вставляю сюда ссылку во первых на антракт. Который состоял из очень необычной презентации на 20 минут. А во вторых ролик с финальной речью Уотерса. И нестандартное новое исполнение песни The Bravery of being out of range. Как я понимаю стрелок про которого он говорит в конце песни это. Это стрелок с альбома Final Cut из композиции The Gunners Dream. Где солдат ночует где-то в чужой стране на поле. В целом шоу было сильным. Спецэффекты на уровне. Очень понравились эти вот открывающие и закрывающие видео. Которое началось еще до начала концерта. И закончилось уже почти после концерта. Такие как бы открывающие и закрывающие скобки. Очерчивающие собой все. Красивое решение. А что касается политических убеждений Уотерса. Ну человек имеет право. Он заслужил. Может обращаться ко всему миру. С тем что считает нужным. Обязательно ли с ним соглашаться. Во всем. Нет не обязательно. Он считает Горбачева героем. Ну пусть считает. Жалко что ли. Мы знаем Горбачева с другой стороны. С которой он его не знает. Это лишний повод вспомнить заповедь. Не сотвори себе кумира. Уотерс тоже человек. Может быть не обычный человек. Но тем не менее просто человек. А за его презентацию и его речи я даже заволновался немножко. Думал. Не арестуют ли его по 282 прямо здесь в зале. Но некоторые вещи я все равно не понял. Например что это такое за Путин со знаком вопроса. В списке неофашистов. Что значит знак вопроса. Не уверен что ли. Не уверен. Так зачем тогда его писать туда. А уверен тогда зачем знак вопроса. Эдак половина Израиля теперь может его туда вписать самого. И будет написано строчкой ниже. Роджеру Уотерс. Знак вопроса. Хорошо если не восклицательный знак. Да и на декларацию прав человека у меня тоже особенный взгляд. Я совершенно не против агитации за права палестинцев, беженцев и прочих. Но декларация также декларирует равенство прав между полами. Независимо от пола. Мы живем в 21 веке и у нас чудовищные нарушения по этой части имеют место во всех странах паневропейской цивилизации. У нас есть категории людей у которых можно и детей отобрать и в долговую тюрьму посадить. И даже гарантий на то что его дети на самом деле его нет. И эти проблемы гораздо ближе к нам чем Палестина. Мне показалось на Трампа слишком сильно наехал. Трамп только-только дай бог год отрубил. Рабаму ни слова не сказал. А этот товарищ 8 лет обещал войны завершить, войска вывести и что? Они в целом друг друга стоят. И сам Уотерс знает почему. Потому что Нил Постман эту тему очень подробно раскрыл. В той самой книжке. В век телевидения нельзя от политиков ничего такого особенного ждать. Все. Это время прошло. Ладно. Не будем тут о грустном. В целом он молодец. Доставил огромное удовольствие. Не знаю приедет ли еще. Будем надеяться. Приедет пойду снова. Всем спасибо за внимание. Пока. И удачи. Постскрипту. Я подумал, они сделают ли по аналогии с Уотерсовской презентацией антракта. Презентацию на тему такого мини ликбеза по красной таблетке. Сначала показать несколько лиц, которые прославились всякими инициативами по законам. Под трек «Pigs on the wind», конечно. А потом перейти к таким самым бесспорным и самым важным фактам. Которые, например, в фильмах перечисляются. В часто задаваемых вопросах. Такие факты, с которыми даже у противников, которые нечем крыть. А в качестве музыки взять трек «Pigs», «Three Different Ones», например. Надо об этом подумать.